Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая текст «Послание к римлянам» 6 глава 1 стих, мы зададимся вопросом вместе с апостолом Павлом «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» Итак, мы прочитаем данный отрывок в контексте. Это 6 глава «Послание к римлянам». Мы будем читать с 1 по 11 стих. Ну, сначала 1 стих, от которого мы и ведем данный вопрос. Апостол Павел здесь пишет. «Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И задав этот вопрос, апостол Павел со всей решительностью отвечает «никак». Но возникает резонный вопрос, а почему вообще апостол Павел задает такой вопрос? Потому что среди его рассуждений есть такое рассуждение – где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Казалось бы, все понятно. Благодать – это проявление божественного милосердия, сострадание. Чем более падает человек, тем в большем милосердии и сострадании он нуждается. Но были еретики, их звали николаиты, которые считали, что если там, где преизобилует грех, усиливается благодать, может быть, и надо оставаться во грехе, чтобы быть всецело объятым этой благодатью. Поэтому ход рассуждения апостола Павла, он как раз касается вот такой ситуации. Что же, скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Сразу возникает вопрос, а когда мы умерли для греха? Когда Христос умирает и своей смертью умершвляет наш грех. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если мы для этого умерли, как же мы можем жить в нем? Представьте себе такую ситуацию. Какой-нибудь молодой человек живет в какой-то местности, и там он является членом какой-то банды. И вот он с ними все время, каждый день куда-то они ходят, хулиганят, безобразничают, совершают даже какие-то преступления. И вот однажды эта компания ужасных людей приходит в дом к этому человеку, чтобы опять взять его с собою. Но они видят, что он умер. Что его обмыли, одели в новый костюм и положили под иконы. И они понимают, что он умер. Все. Он не пойдет с ними никуда. Он не будет участвовать в их попойках. Он не будет участвовать в их преступлениях. Но они там смотрят друг на друга и выходят потихонечку, как принято. И вот когда апостол Павел пишет, мы умерли для греха, имеется в виду то, что имеется. Смерть – это прекращение того, что было до смерти. Как же нам жить в нем? Ведь мертвый не участвует в попойках, он не участвует в разбое, он нигде не участвует. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? То есть, когда крещеного погружают в воду, это образ смерти, умирания. Вода должна всецело как бы скрыть его тело, потом он поднимается во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго. «Ибо если мы соединены с Ним, то есть со Христом, подобием смерти Его, потому что Христос смертью смерть попрал нашу, нравственную, моральную, то должны быть соединены и подобием воскресения. Мало умереть во Христе, надо совоскреснуть в нем, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, то есть со Христом, потому что Христос пригвоздил нашего греховного человека, ветхого, к одреву креста, «чтобы упразднено было тело греховное, все наши движения плоти, дабы нам не быть уже рабами греху». То есть освободиться от рабства тлению, похоти и грехам. «Ибо умерший освободился от греха». Во-первых, он уже не грешит. Если же мы умерли со Христом, а мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, то есть воскреснем для новой жизни, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха», то есть для того, чтобы умертвить грех, «а что живет, живет для Бога». Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. «Во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, апостол обозначил вопрос, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? И он говорит, нет. Во Христе мы не только умираем, для одного формата бытия мы переживаем воскресенье, для другого формата бытия. Поэтому мы не можем оставаться во грехе, ибо Христос умертвляет грех. И Господь дал нам блаженное свойство переживать умершление греха даже в своем теле. Это свойство называется «старение» или «старость». Когда в человеке со временем ослабевают все его страсти, все вот эти похотливые эмоции, правда, воспоминания всякие крутятся в голове, но опытные духовники советуют даже не приписывать эти воспоминания себе. Это бесовские наваждения, чтобы нас смутить, испугать. Не будем обращать внимания, потому что все эти воспоминания греховны. Это все неправда. А почему же это неправда, если мы вспоминаем то, что мы делали? Потому что ты давно, брат, ты давно, сестра, исповедовалась в этих грехах. И тебе отпущены эти грехи, они больше не существуют. Отпущенный грех здесь, на земле, он не будет вспоминут на небе, как сказано, то, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. И на страшном суде, когда бесы раскроют эти памятные книги, куда они записывают все наши грехи, они увидят, что многое из того, что они записали, весь этот бесовский компромат на каждого из нас, все это изглажено, все это пропало. Потому что, когда мы исповедуем грех, мы изглаживаем то, что мы когда-то совершили из собственной жизни. Значит, это бесовские миражи. Если этого нет уже в глазах Бога, который нас именно оправдывает, дает возможность начать жизнь с чистого белого листа, то этого нет вообще. Но были и николаиты, вот эти еретики, которые считали, что чем больше грешит, тем больше будет благодать. И в книге «Откровение» Анна Богослова, 2 глава, 12 по 15 стих, мы находим такое обращение к ангелу, то есть к епископу Пергамской церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Напоминаю, что такое учение Николаитов это когда люди думают, что ничего не меняется с приходом Христа, что смерть Христа ничего не совершила, как бы, а Бог просто милует нас в общей массе других, которых Он тоже милует. И чем больше грех, тем больше проявляется милосердие. Беда достопочтенный, последний отец церкви западной, писал, «Николаитами они зовутся по имени Дьякона Николая, о котором рассказывает Климент, что когда его некто порицал, положив глаз на его красавицу, жену, тот ответил, что ее можно взять себе в жены, кто хочет». На этом основании неверные говорили об апостолах, что те допускают блуд и обмен женами. Также о Николаитах рассказывают, что те проповедуют некие невероятные и по всей верности языческие идеи о сотворении мира, а также не отделяют свою пищу от идола жертвенного. То есть этот Дьякон Николай, он считал, что если благодать покрывает все грехи, если кому-то нравится его жена, да пусть возьмет. Потом он покается вместе с своей женой и все восстановится. Но это не так, потому что Христос призывает нас через своих апостолов ходить в обновленной жизни, в другой жизни. Мы умерли для греха, как же мы можем оставаться в нем. И 6 глава послания к римлянам, 15 по 18 стих, мы находим такие слова, они полны надежды, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны, 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 то есть покорились тому образу учения, христианского учения, которому предали себя, то есть посвятили себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Дай Бог нам всем стать рабами праведности. И в Новом Завете говорится, что мужи Божьи во время молитв воздевали руки. Но есть христианские экзегеты, которые говорят, что в античном мире воздевать руки означало сдаваться в плен, потому что когда человек поднимает руки, он показывает, что у него нет никакого оружия. Сдадимся в плен Христу, и станем рабами праведности. Пусть Господь оккупирует наши души действием благодати Духа Святаго. Итак, сегодня мы рассмотрели вопрос, очень интересный, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать. Этот вопрос перед нами поставил сам апостол Павел, и мы увидели убедительные ответы на это недоразумение, которое потом имело продолжение в ереси Николаитов, которые так и понимали. Итак, друзья, сегодня мы окончили исследование очередного вопроса. Если будем живы, и Господь позволит, в следующий раз мы будем говорить на тему «Неужели от закона грех?» А пока подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых передачах, и берегите себя, и также молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем на этом портале. С Богом! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok